Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о зимнем укрытии винограда. Как его укрыть, как утеплить. Конечно, если вы выращиваете виноград с декоративными целями, или виноград типа Амурского, который выдерживает морозы до минус 40 градусов, значит, вы можете не заморачиваться на эту тему укрытия. Но все столовые сорта, которые имеют хорошую крупную рост, как правило, имеют и слабую морозоустойчивость. Поэтому, чтобы иметь урожай, их приходится укрывать. Без укрытия вымерзают их побеги, почки, и урожая вы не имеете. Хотя растения будут давать вам хорошую густую зелень в любом случае. Знаете, особенность виноградного куста такая, что вот, например, если вы выращиваете виноград в штамповой форме, то есть ствол, от которого отходят боковые веточки. Значит, сам ствол может выдержать морозы кратковременно до минус, 25 градусов, а уже вот эти веточки, отходящие, выдерживают только морозы минус 17-18 градусов. То есть, видите, уже есть разница винограда. А урожай закладывается не на этих побегах, которые отросли, вот третий-четвертый глазок от молодого побега, двухлетнего там, но только там закладываются цветочные почки, и там можно получить гроздь. Вот, поэтому нам самое важное у виноградного растения, если мы будем укрывать, сохранить самую нижнюю часть, самые нижние почки, потому что они будут гарантировать нам получение урожая на следующий год. Поэтому помните об этом. Ну, способы укрытия винограда, конечно, масса есть, но давайте начнем с его аппаратом. Первое, перед тем, как укрывать виноград, его необходимо подготовить. Как подготовить? Смотрите, есть ранние сорта, есть средние сорта винограда и поздние сорта винограда. Так вот, на поздних сортах и средних могут остаться листья. Поэтому берем секатор и обязательно все листики мы удаляем. Все листики состригаем. Состригли листики все, усики подсостригали, они нам тоже ни к чему не... Вот, и укорачиваем лозу. Значит, оставляем лозу в зависимости от того, какая у вас высота. Во-первых, смотрите, некоторые формируют штамбы высокие. Штамб у вас может быть и метр и полтора. В таком случае, просто на каждом ответвлении идет штамб, и как бы ярус веток, ярус веток, ярус веточек побегов этих. На каждом ответвлении мы покидаем где-то штамб по пять почек. Все остальное, в каждом веере, в этом пучке веток, пять почек от штамба отшитали, обрезали. Отшитали, пять почек обрезали. Поэтому у нас будет как бы такой мощный, толстый побег и с коротенькими веточками по четыре-пять почек. Длиннее не оставляйте. Вот, знайте это. Ну, а если у вас растет побег просто веерная форма, просто с земли идет веером, все веточки отходят равномерно с земли, значит, оставляем где-то четыре-пять побегов. Больше тоже лишний побег. Мы стараемся как можно ниже там откопать в земле и вырезать. Ну, вот, уменьшаем, то есть объем укрываемого материала мы уменьшаем сразу путем обрезки. Обрезали, уменьшили. После этого мы продезинфицируем. Берем полизатор любого типа, ручного, механический, мощь электрический, что у вас есть, обрабатываем. Чем обработать лозы? И почему надо обрабатывать лозы перед зимним укрытием? Ну, во-первых, на лозе может остаться инфекция. Особенно в наших условиях, в условиях Белоруссии, на винограде стали поселяться также болезни. Различные гнили, миемильзию, иодиумы, все поселяются на винограде. Для того, чтобы их не было в следующем году, мы эти ветки продезинфицируем. Чем дезинфицировать наши ветки? Для этого может подойти трехпроцентный раствор медного купороса, трехпятипроцентный раствор бордосской смеси, или готовые препараты, которые предлагаются торговлей. Тот же самый азофос, например, предлагается в жидкой форме. Аксихо, все это может нам подойти для обработки виноградных лоз. Побрызнули, сейчас погода такая уже предзимняя, ветреная, быстро это все просыхает. Как бы раствор наш посок, и после этого мы можем приступать к укрытию винограда. Вот как укрывать виноград? Значит, сама способ подбора и укрытия винограда определяется двумя факторами. Во-первых, широтой местности, где вы находитесь, а во-вторых, вашими физическими возможностями. Какая у вас, если точно, какая у вас физическая сила? Если у вас вы физически здоровый, крепкий, значит, вы можете попробовать виноград прикопать в землю. Делается все тоже очень просто. Берем, копаем канавочку, 10-15 сантиметров, и насыпаем в слой земли. Где берем землю? Отступаем от куста где-то 50 сантиметров, не менее, даже можно и больше, и смеждураде, равномерно берем землю и засыпаем наши виноградные лозы. Ну, во-первых, чтобы они не поднимались сразу, может быть, они могут перепрыгнуть. Их необходимо закрепить. Чем вы будете закреплять? Можно приложить кирпичом, можно какими-то рогаточками, чтобы они не поднимались, и начинаем засыпать. И очень важно, значит, смотрите, если вы будете ложить со штампом виноград, чтобы не проломать штамп, поэтому заблаговременно перед этим укрытием сразу возле куста насыпаем ведро два земли. И вот этот штамп мы ложим уже на эту землю, а побеги у нас когда идет такая духовидная форма, а побеги пойдут ниже в земле. И после этого засыпаем землей. Землю из междурази засыпали, засыпали, все. Ваш виноград хорошо перезимует. В этом случае, какая бы зима суровая не была. Но тут есть тоже такие тонкости. Многих интересует вопрос, какая высота земли должна быть в этом случае. Так вот, высота земли в этом случае должна быть где-то 30-40 сантиметров. Это, конечно, объем большой. А можно ли уменьшить? Конечно, можно. Мы берем виноград на штамп засыпать, засыпаем до уровня земли, и после этого ложим слой или листвы, или соломы, или верхового торфа. Прослойка в 10 сантиметров, равнозначно слою земли в 25 сантиметров. Помните об этом. Единственное, чего нельзя использовать, тоже знаете, это ботва. Ботва разная. Ботва свеклы, ботва капусты. Их использовать нельзя. Потому что они быстро сгнивают, и вот эта прослойка, наоборот, быстрее промерзает, и нашему винограду будет плохо. Не забывайте об этом. Ну и дальше опять засыпаем землей. Что получается? У нас в этом случае, что виноград получается как бы у нас ров. Тут есть ров, где мы брали землю, а виноград находится на валу, возвышенность. Так вот, значит, в этом случае он хорошо зимует. Ну, весной придется опять же потихонечку все откапывать, взять и разбрасывать. Отбрасывать, это, конечно, трудоемкое. Есть такие способы, более простые, старинные простые способы, это берем еловые ветки. Берем еловые ветки, их ложим на землю, потом ложим ветви винограда, и опять в два-три слоя прикладываем еловые ветки. Все прижимаем жердями, чтобы ветер не сдул. И оно зимует. Температура, конечно, такое примитивное укрытие все-таки обеспечивает, что температура там не опускается, где-то минус 12, минус 15, в самые лютые морозы температура не опускается, даже если нету снега. Ну, и есть не все же, есть еловые ветки, как бы, и не всюду есть телеса с елью, значит, воспользуемся другим способом. Мы берем ветки винограда, и откручиваем спонбондом. Толстым связываем пучок, и спонбонд просто-напросто окручиваем, и спонбонд фиксируем. И после этого мы опускаем его на землю. Ну, опять же, потом прижимаем, чтобы ветер эти ветки не мотал по земле и не подламывал наши побеги. Но знайте, что на голую землю, даже со спонбондом, ветки винограда ложить нежелательно. Эти лозы могут подопреть. А раз подопреют, погибнут глазки, и урожая они не дадут. Обязательно делаем какую-то прокладку. Что может быть прокладку? На землю мы можем положить любые досочки. На землю мы можем положить любые ветки любых других пород. Главное, чтобы они были как можно более густые, чтобы снег их не примял сильно к земле. Положить такие ветки, на ветки ложим наши укутанные лозы спонбондом, и фиксируем, какие-то колышки ставим, чтобы ветер не повреждал зимнюю пору наши лозы. В этом случае виноград будет зимовать тоже хорошо. Есть, конечно, другие, более громоздкие способы, но я думаю, что этих трех способов вам достаточно. Для того, чтобы виноград ваш хорошо сохранился, и в следующем году собирать хороший урожай, хороших, вкусных, крупных гроздей. Если у вас есть маленькие кустики, не забывайте, что все винограды, независимо от происхождения, первые три года нуждаются в укрытии. Если вы только посадили, то самое простое, что взяли тяпку и окучили землей, но старайтесь, чтобы корни не оголялись. Окучили землей, колмик насыпали земли, поверьте, что в этом колмике он хорошо перезимует, потому что виноград боится не столько морозов, сколько, когда начинают таять воды, подопревания, чтобы он не подопрел. Поэтому должна любое укрытие таким образом создана, чтобы как бы побеги находились чуть на возвышенности, а не в низине, где будет застаиваться вода, будет, ну, снег, то само собой, это хорошо, потому что не застаивалась вода, потому что эта вода в весенний период, она сыграет очень плохую шутку с вашим виноградом. Вот. Как это делать, как ложить веточки, все, я вам покажу, покажу ему практически, вы это увидите. Работа несложная, но если вы хотите, чтобы у вас виноград был хороший, сорта разные росли, вызревали, позаботьтесь о зимнем укрытии. Хороших вам урожаев, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите нас, до свидания, до новых встреч.